Воскресенье, 17 ноября. Сегодня в Беларуси основной день голосования на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси. В Солигорском районе работают 64 избирательных участка. В списках избирателей по городскому и сельскому избирательным округам почти 135 тысяч человек. На два места в Палате представителей претендуют семь кандидатов. Солигорский телеканал следит за парламентскими выборами в особом режиме. Весь день наши корреспонденты работают на избирательных участках. Ровно в 8 часов утра для избирателей гостеприимно открылись двери всех участков для голосования. До открытия члены избирательных комиссий в присутствии наблюдателей опечатали урны для голосования. На участок номер один, который работает на базе третьей гимназии, первый избиратель пришел буквально в первые минуты голосования. Виталий Шклеревский получил от председателя избирательной комиссии Марины Козич сразу несколько подарков. Пригласительные билеты на хоккейный матч и новогоднее представление, а также абонемент на посещение тренажерного зала. Подготовили подарки и тем, кто примет участие в выборах впервые. Всего в списках избирателей здесь 2318 человек. Для них концертная программа и буфет. Это еще один, хоть и не главный, стимул прийти на выборы. У нас будет организован концерт с силами учащимися государственное учреждение образования гимназии номер 3 города Солигорска. Также будет концерт хорового отделения детской школы искусств города Солигорска. Будут работать торговая точка Евроторга. Наш именно гимназический буфет приготовил широкий спектр продуктов для продажи. Также здесь будут работать волонтеры. Для тех избирателей, которые не смогут сориентироваться, где находится избирательный участок. Это представители нашей первичной организации БРСМ. Это представители нашей общественного объединения БРПО. Они тоже будут помогать при проведении нашей сегодня выбор избирательной компании. За процессом следят и международные наблюдатели. Представители миссии СНГ выразили уверенность, что выборы пройдут спокойно и пожелали белорусскому народу избрать достойных кандидатов. Мы присутствовали на предварительном голосовании, то есть досрочном голосовании. Сегодня мы с утра наблюдали, как опечатываются избирательные ящики, посмотрели, как работает участковая избирательная комиссия. И на наш взгляд, все отлично, все прекрасно. Никаких нарушений нами не было замечено. Все права тут соблюдаются, все, как говорится, регламенты соблюдаются. И вчера проезжали участковые избирательные участки, и сегодня наблюдаем 7.37, то есть мы сюда приехали. И пока нарушений мы не видели, все проходит очень даже хорошо и дружно. Я желаю народу Беларуси избрать достойных кандидатов в депутаты выбора национального собрания. И желаю благотворной работы будущим депутатам. На избирательном участке номер 20 в Солигорском физкультурно-оздоровительном комплексе ранним воскресным утром желающих отдать свой голос было немного. Но уже буквально через пару часов здесь ждут первую волну посетителей. Тех, кто решил прийти пораньше, встречает задорная калинка, вручает скидочные купоны на продукцию солигорского производителя одежды и приглашает сделать памятную фотографию в специально организованной фотозоне. В период досрочного голосования хочется отметить, проголосовавших было много. И на нашем участке более 30 процентов проголосовали досрочно. Я считаю, что это очень хороший показатель. И если брать по сравнению с выборами прошлых лет, то есть хочется отметить больше молодежь. Как-то в период досрочного голосования больше активно принимала участие молодежь. Сегодняшни тем более пожилых. Отметим, что в наиболее полном представительстве национального собрания заинтересованы не только рядовые избиратели. Глава района на личном примере продемонстрировал важность участия в голосовании. Сейчас наша съемочная группа находится на втором избирательном участке, где свой голос за кандидата отдал Андрей Жайлович. Зоя, как прошло голосование и насколько активно приходят избиратели в восьмую школу? Да, Наталья, здравствуйте. Действительно, активность избирателей растет. Все силы к обиду журналисты бросили именно на участок номер два. Здесь проголосовал Андрей Жайлович, председатель Солигорского райисполкома. Надо отметить, что восьмая школа является самой спортивной. Здесь расположен единственный в районе и первой области музей спорта, а также занимаются воспитанники Солигорской детской футбольной школы «Шахтер». У входа Андрея Жайловича встречали творческие коллективы школы и четвертого рудоуправления. Для своих избирателей они подготовили концерт. Порядок для всех один. После короткой сверки паспортных данных глава района получил бюллетень. За депутатское кресло в этом ведут борьбу сразу четыре кандидата. Со своим кандидатом Андрей Жайлович, по всей видимости, определился заранее, так как в кабинке он находился всего несколько секунд. Сделав выбор, глава района пообщался с журналистами. В моих планах сегодня посетить территорию Краснодорского сельсовета и территорию ЖЭС-2. Мы на встрече с населением проговаривали проблемные вопросы и по некоторым участкам я жителям говорил, что я туда приеду, обязательно, и сам посмотрю. Это хороший повод прогуляться пешком, хороший повод еще лучше узнать территорию Солигорского района. То есть, ну, я думаю, что это такая своеобразная форма отдыха. Из-за высокой конкуренции среди кандидатов по Солигорскому городскому избирательному округу выбор сделать непросто. Определяющим у избирателей стало отношение к проблемам города. Человек хороший. Кто что-нибудь сделает? Для чего сделает? Для города, для нас. Человек должен был лазить, ну, как минимум, лидерскими качествами, да, и способен как для нашего предприятия, так и для страны в целом, ну, что-то сделать хорошее. Смотрел программу, какая программа понравилась, то за тобой проголосовал. Быть на стороне людей, за их права, за... Парламент как представительная власть. Чем больше количество избирателей она представляет, тем более она легитимна. Поэтому именно в течение всей предвыборной кампании сотрудники Центра избиркома призывали кандидатов быть активнее, а нас пойти на выборы. Наш избирательный участок, наверное, как и многие другие, не остался в стороне сегодня утром, в том числе и от международных наблюдателей. Мы сегодня открыли свой участок в их присутствии. Вот. Это для нас было приятно и почетно. Избиратели отмечают главный выбор делали при личном общении с кандидатом. Но сегодня уже поздновато. Хоть в Белоруссии нет дня тишины, даже агитацию кандидаты могут не прекращать. Все же в последний день остается разве что изучать программы и выступления в средствах массовой информации. Мнение о том, что в парламент попадут только самые достойные, поделился и председатель участковой комиссии Сергей Патиюк. Я внимательно изучил список кандидатов, которые баллотируются, и оставил свой выбор за человека, который... Ну, во-первых, я его знаю, но это не самое главное. Я знаю его качества. И одним из самых важных качеств, которые я вижу в этом человеке, это человек-слово. И на мой взгляд, именно вот эта черта, когда человек дает слово и это исполняет, я уверен, что вот такие люди и смогут все интересы тех, кто за него отдадут голоса, ну, достойно будет работать после его избрания. Вся неделя, включая субботу, была рабочей, потому для белорусов выборы в воскресенье – это праздник с ярмарками и концертами возле избирательных участков. Такая традиция. Сегодня для избирателей, которые приходят в восьмую школу, мы приготовили самую свежую продукцию с минимальной торговой надбавкой и с большим ассортиментным перечнем. Вся выпечка была произведена ночью. Люди выходили, старались со всей душой, как говорится, на любой вкус, для любого потребителя. Наши корреспонденты побывали на ряде участков для голосования. Везде царит праздничная атмосфера, звучит музыка, организована работа буфетов. Активно приходят избиратели. На избирательном участке мы встретились с генеральным директором Открытого акционерного общества «Беларуськалий» – сенатором от Центрального региона Иваном Головатым. Он пришел сюда в качестве избирателя, так как включен в списки для голосования именно этого участка. Наши жители, которые проживают на территории Республики Беларусь, выбирают на очередной срок тех депутатов, которые будут работать не только в законодательной сфере, но, на мой взгляд, самое важное – они будут работать с населением. И это, наверное, основное направление работы, потому что действительно на том уровне можно решить, может быть, они не такие глобальные, но бытовые проблемы для нашего народа. И действительно, а выборы еще родители с детства приучили, и мы всегда с родителями ходили на выборы, потому что это действительно гражданский долг. Страна наша дает много. Это и образование, это и здравоохранение, поэтому действительно это гражданская компания, в которой должен участвовать каждый. Анатолий Николаевич на избирательный участок пришел вместе с женой и дочерью. С выборов прямиком на праздник. Сегодня мужчина празднует 60-летие. Этот факт не остался незамеченным членами избирательной комиссии. Представляете, вот когда вот так неожиданно встречают, и обязательно вот так, это вот, если бы это сделать, чтобы оно было как бы традицией, это бы самое лучшее такое – встречать юбиляры и поздравлять. Во-первых, на участке у нас был юбиляр, которому тоже преподнесли небольшой подарочек. Также есть подарки для впервые голосующих, которым на сегодняшний день есть 18 лет, и это их была первая избирательная кампания. И также нашим первым избирателям, которые в 8 часов с первого момента открытия участка, пришли и проголосовали. Обширная культурно-развлекательная программа ждала избирателей на участках номер 11 и номер 12. С каким настроением приходят солигарчане на выборы и как идет голосование? С места событий наш корреспондент Инна Бородко. Здравствуйте, студия. Я нахожусь на избирательных участках, которые располагаются в средней школе номер 3. Сюда приходят целыми семьями, и это неудивительно. Здесь солигарчан ожидает настоящий праздник. Подготовлена концертная программа. Своё мастерство демонстрирует парикмахер, а для желающих подкрепиться работает буфет. Голосование идет по отработанной схеме. Для начала регистрируешься, предъявляет документ, удостоверяющий личность, обязательно с фотографией. После чего тебе на руки выдается бланк, бюллетень, и ты идешь в кабинку для голосования, чтобы сделать свой осознанный выбор. Поддержать выбранного кандидата солигарчане приходят в хорошем настроении. С самого утра у входа в школу свою продукцию солигарчанам предлагает рыбхоз «Красная Слобода». На избирательном участке также развернулась и настоящая праздничная торговля, где избиратели могут не только приобрести продукты питания, но и ознакомиться с текстильными новинками. Ряд производителей предлагает свои товары без торговой надбавки и со скидками. Здесь всё организовано по первому слову. Все стараются от души и приглашают, и демонстрируют, и дают попробовать. Так что мне очень нравится. Для меня сегодня это праздник. Для избирателей подготовлены самые разнообразные мероприятия. Отдав свой голос за выбранного кандидата, солигарчане могут не только насладиться хорошей музыкой, но и преобразиться. На участке работает парикмахер. Настроение очень хорошее. Пришла с племянницей проголосовать. Сама же училась в этой школе. И всегда хожу на выборы сюда. Каждый год голосую. Дай Бог, чтобы я что прожить и голосовать, и с вами встречать. Люблю молодёжь, люблю депутатов, достойных, которые мне помогут. Выбор – это всегда для нас праздник, потому что как мы выбираем, так мы и жить будем. Поэтому очень важно прийти и проголосовать. И молодым, и пожилым. Наша власть, мы её выбираем. На избирательном участке номер пять, который расположился в средней школе номер шесть, также многолюдно. Здесь можно встретить и малышей, которые с раннего возраста приобщаются к важному делу, и пожилых людей, которые к выборам относятся с большой ответственностью. Я очень рада. Сегодня для меня и для всех большой праздник. Это, что мы выбираем, они и заявляют волю рабочих, жителей, депутаты. Вот для чего мы выбираем их. На входе солигорчан встречают юные и талантливые артисты, заряжая хорошим настроением. А избиратели имеют возможность не только проголосовать за понравившегося кандидата, но и пройти экскурсию по инновационному центру безопасности. Здесь детям и взрослым демонстрируют комнату дополненной реальности, а также рассказывают, как правильно оказывать первую помощь пострадавшему и куда звонить в случае беды. С родителями пришла на выборы. И нам провели экскурсию в центре безопасности. Мне эта экскурсия очень понравилась, поскольку здесь все сделано в игровой форме. Это не только весело, но и полезно. Нам рассказали, как нужно себя вести дома и что нельзя делать. Не только по комнате безопасности дома, но и на улице. За соблюдением избирательного законодательства и ходом голосования следят международные наблюдатели. В основной день голосования работает и закрытый участок в Солигорской центральной районной больнице. Там работает наш корреспондент Валерия Колос. Валерия, как организовано голосование для тех, кто сейчас находится на стационарном лечении? Добрый день, Наталья. Мы действительно находимся на избирательном участке номер 26, который расположился на базе больницы. Этот избирательный участок является закрытым. Однако, несмотря на это, здесь созданы все условия для комфортного голосования. Тут отдать свой голос могут те, кто по состоянию здоровья должен находиться на стационарном лечении. Для тех же, кто и вовсе не выходит из палаты, члены наблюдательной комиссии организуют подносы урны. Для пациентов в больнице голосование проходило в том же формате, что и на всех других участках. Однако людям, проходящим лечение, для того, чтобы реализовать свое выборное право, необходимо было с устной просьбой обратиться к членам комиссии или медицинскому персоналу и выразить свое желание. По предварительным спискам изъявили желание проголосовать по своему непосредственному местонахождению 248 человек. Однако, как сообщает председатель комиссии, эта цифра может поменяться. В последние дни есть поступившие, есть люди, которые не смогли участвовать в досрочном голосовании. Мы их включаем в списки дополнительно. Они свою устную просьбу об участии в выборах по местонахождению могут выразить сегодня до 18 часов. И, как показывает практика, желающих проголосовать в стенах больницы не меньше, чем на других участках. И пока одни приходят на избирательный участок, у других, несмотря на желание, такой возможности нет. Для тех, кто скован в передвижениях, налажена работа мобильных урн. В целом, алгоритм действий тот же, что и всегда. Бюллетень избиратель получает после того, как предъявит документ, удостоверяющий личность. Те отделения, которые находятся дистанционно от места образования участковой избирательной комиссии, избиратели этих отделений будут принимать участие в выборах путем использования переносных урн. Таким образом, люди смогут исполнить свой гражданский долг, отдать свой голос за одного из претендентов. Вне зависимости от того, где вы находитесь, для того, чтобы проголосовать, необходимо желание и сознательность. Ведь, сделав выбор в пользу достойного кандидата, можно с уверенностью смотреть в будущее. Наши корреспонденты работают и на сельских избирательных участках. Там многие избиратели пожелали проголосовать на дому. К пожилым избирателям вместе с членами избирательной комиссии отправилась наш корреспондент Александра Гурленя. Саша, как проходят выборы в Старобине? Да, здравствуйте, Наталья. Голосование в Солигорском районе продолжается, и люди, которые не могут самостоятельно посетить участки, обращаются в избирательные комиссии. И члены комиссии приходят к ним на дом. Сейчас мы находимся по адресу пограничная 17-2. Здесь нужно посетить сразу двух человек. 91-летняя Валентина Иларионовна Ламейко с дочерью первая в списке. Женщины считают, что ни возраст, ни болезнь, ни помеха для участия в избирательном процессе. И к выполнению своего гражданского долга относятся со всей ответственностью. Мама вообще не может ходить, а у меня тоже очень болят ноги. Поэтому мы решили проголосовать дома. Ознакомились с информацией и сделали выбор на одного из кандидатов. Поддерживаем своих кандидатов, хотим, чтобы у нас было лучше, жизнь была лучше. Путь у членов участковой комиссии не близкий. До 6 часов вечера им предстоит посетить еще порядка 30 человек. Избиратели у нас особенные. Люди в основном пожилого возраста, так скажем, старые закалки советской. Поэтому с явкой на избирательный участок у нас проблем никогда не бывает. Но часть избирателей самостоятельно не могут прибыть на избирательный участок. Люди довольны, что к ним приезжают на дом. Комиссия работает по избирательному кодексу Республики Беларусь. С собой при выезде комиссия имеет ящик для голосования опечатанный, бюллетени и списки избирателей. Всего в Старубине находятся три участка для голосования. 38-й Старубинский Советский расположился в корпусе вечерних классов Старубинской школы. Пока одни избиратели ставят галочку напротив имени выбранного кандидата в депутаты, проголосовавшие уже вовсю наслаждаются музыкально-развлекательной программой. Вокальными номерами присутствующих порадовали педагоги и учащиеся учреждения образования. Рядом в это же время развернулся настоящий интеллектуальный бой. Среди желающих поучаствовать в шахматно-шашечном турнире жители городского поселка самых разных возрастов. Сыграть решила и Анжелика Бердникова. Я пришла сюда с подругой для того, чтобы научиться играть в шашки. Ну и мы сейчас вот играем и нравится очень. Оживление царило и в кабинете безопасности. Здесь, ответив на вопросы предлагаемого теста, посетители могли проверить свои знания правил дорожного движения. К слову, на участке можно не только развлечься, но и подкрепиться продукцией местных производителей. Ароматную выпечку для избирателей выставили сотрудники Солигорского райпо. В основной день выборов праздничная и гостеприимная обстановка царила и в Старобинском доме культуры. Желающих проявить свою гражданскую позицию здесь собралось немало. В свой день рождения заполнить бюллетень пришла и Тамара Шуляковская. На 39-м участке жительницу Старобина, которой исполнилось 70 лет, встречали теплыми пожеланиями, цветами и подарками. Выбор – это обязательно. Мы же должны знать и выбираем, чтобы люди нас защищали. Я благодарна нашему поселковому совету, что не забывает нас, уже таких людей, как говорится, преклонного возраста. Это просто приятная неожиданность. Выставки бумажных цветов и деревьев, миниатюрные мельницы, яркие фотозоны вызвали интерес как у детей, так и у взрослых. Выставки видел, но еще к ним не подходил. В первую очередь надо сначала проголосовать, ну а потом все остальное. Конечно, интересно. Вот, с дночкой ходим. Я дальше. Даже вот в эту нашу библиотеку, там выставки эти посмотрим. Ребенку интересно и нам интересно. В праздничную атмосферу присутствующих окунули выступления коллективов художественной самодеятельности Старобинского горпоселкового Дома культуры. Ты, а наша молодая, с нас не смотрят, зеленая ручка, а кожи сноваженные и тёжка, тёжка веренноватая. На Солигорском участке для голосования номер 6, расположенном на базе второй средней школы, многолюдно. В основной день голосования отдать свой голос за одного из кандидатов пришли впервые голосующие. Среди них Екатерина Маркина, активистка первичной организации БРСМ Солигорского государственного колледжа, постоянная участница районных мероприятий. Общественная организация БРСМ отметила молодых людей, которые первый раз приняли участие в выборах памятными сувенирами. Впервые приняла участие в голосовании. Это было волнительно, так как в первый раз. Это какие-то новые ощущения. И я считаю, что это правильно и нужно, принимать участие в жизни нашей страны. На шестом избирательном участке можно было не только сделать свой выбор, но и интересно провести время всей семьёй. В фойе школы различные мастер-классы приглашали ребят научиться мастерить поделки и яркие открытки на осеннюю тематику. В буфете можно было согреться горячим чаем и разнообразной ароматной выпечкой. Праздничное настроение избирателям дарили юные артисты второй школы, которые подготовили творческий концерт. Город просыпается, выросыпается, солнце поднимается, вынимается. На избирательном участке номер 14 атмосфера торжественная. Отдать свой голос за достойного кандидата и принять участие в мероприятиях, посвященных дню выборов, захотели многие. На входе избирателей встречали волонтёры. Помочь подняться пожилым людям по лестнице, предложить каждому участие в мастер-классе или посещении музея боевой славы. В спортивном зале проходил мастер-класс по игре в волейбол с участием профессионального тренера. Как раз здесь совпало такое знаменательное событие, как избирательная кампания. Нам очень приятно участвовать в этой кампании. Ребята, видите, сколько народа собралось, бывает меньше на тренировки приходят. Но здесь как-то приятно было участвовать в этом мероприятии. Это очень важное событие для каждого гражданина нашей страны. Он отдаёт голос за человека, который будет представлять наш народ в парламенте, решать определённые задачи для нашей страны. То есть очень важное событие. Кроме этого, гостей ждал праздничный концерт с живой музыкой, которая дарила избирателям хорошее настроение. Вот и пенсионер Анатолий Денисевич пришёл на избирательный участок как на праздник. Мужчина уверен, что сегодня он голосует за благополучное завтра. И в том, что каждому гражданину нужно выполнить гражданский долг, мужчина не сомневается. Пришёл выполнить свой гражданский долг, проголосовать за депутата в парламент. Хотелось бы, чтобы избранный депутат приложил максимум усилий, чтобы у нас был процветающий край Сальгорщины. Сегодня избирательные участки будут работать до 20.00. Предварительные итоги выборов окружные комиссии подведут уже завтра. Но уже сейчас можно говорить о том, что выборы состоялись. По данным Центра избиркома, на 12 часов участие в выборах приняло почти 50% избирателей. Более 30% из них проголосовали досрочно. В день досрочных выборов отдать свой голос решила и пара молодожёнов. Роман и Дарья приехали на избирательный участок номер 17 прямиком из ЗАГСа, чтобы своей маленькой семьёй уже в качестве супругов внести вклад в будущее страны. И несмотря на это важное событие, мы решили дать долг Родине проголосовать. Этот выбор, он очень важен, поскольку это будущее наших детей и правнуков, внуков всех наших будущих поколений. Хотелось бы видеть нашу страну цветущей, процветающей, развивающейся. Как признаётся пара, решение приехать голосовать в такой важный день было обоюдным, ведь свою семью молодые люди хотят строить в стабильной стране. А это, по мнению пары, зависит от гражданской сознательности каждого. Досрочно исполнила свой гражданский долг и Ирина Макеич. График активной солигарчанки расписан буквально по минутам. На 20-й избирательный участок чемпионка мира по спортивным танцам на колясках отправилась сразу по окончании очередных соревнований. До кабинки для голосования женщину сопроводили волонтёры. Избирательница заполнила бюллетень за считанные минуты. У меня очень плотный график, потому что идёт подготовка к чемпионату мира. Ирина Макеича моему выкроила время для того, чтобы не только посетить спортивное мероприятие, но и досрочно проголосовать. Это единственный день, когда я могу это сделать. Поэтому аврально, конечно, и пришлось ознакомливаться с депутатами, кто баллотируется. Я надеюсь, что я сделала свой выбор, и надеюсь, что этот человек будет выполнять все то, о чём он заявляет в своей предвыборной кампании. На выборы всей семьёй в последний день досрочного голосования во Дворце культуры Солигорска наградили победителей конкурса детских рисунков. Десятки юных солигарчан представили свои работы на тему нынешней избирательной кампании. Организатором конкурса выступила Солигорская районная организация «Белорусский союз женщин». Участниками творческого испытания стали ребята разного возраста, уже понимающие важность выборов. Подавляющее большинство юных авторов отразили в своих работах главную идею – необходимость участия всех граждан в избирательном процессе. Мы нарисовали наш красивый город, то, что есть четыре кандидата, три мужчины, одна женщина. Мы нарисовали наш город, детскую площадку, школу, наш белорусский флаг, учительницу, семью, Беларуськали. В наших руках зависит наше будущее, развитие нашего города, родины. От нашего выбора зависит развитие нашего города и района, наше качество жизни. Я нарисовала солнце и руку, которое означает в наших руках наше будущее, чтобы люди понимали, какую ответственность они несут. Юные художники пришли на церемонию награждения целыми семьями. Лучшим авторам вручили заслуженные подарки. Настоящим сюрпризом для детей и родителей стала музыкально-развлекательная программа, которая зарядила всех хорошим настроением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова